Что делать, если родственники лезут в личную жизнь и отношения? Мама мужчины лезет в вашу жизнь. Конечно же, с родителями жить тепленько. Конечно же, ты скажешь, не, ну Иросапа, у меня же ребенок от прошлого брака, а мама мне помогает, так мне не приходится снимать квартиру, так мне не нужно нанимать няню, мне мамочка помогает. Если тебе самой плохо, если тебе самой, у тебя самой безденежье, если у тебя не хватает времени на себя, жертвуешь собой ради любви к маме. А ты что, не помогаешь своей маме? А ты что, игнориешь свою маму? А ты что, ее не любишь? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». Перед тем, как мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на канал. Бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы говорим про психологию отношений, про прошлое, про то, как создавать в настоящем и будущем выдающиеся результаты в отношениях, в своем личностном росте, как стать наконец-то уверенной в себе с адекватной самооценкой и создавать свою жизнь мечты, которую ты на самом деле достойна. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». До встречи. Давайте по порядку. Прежде всего, важно понимать, важно разделять термины. Вот что такое любовь к родителям или уважение родителей, или что же значит чтить родителей. Вот многие путают и думают, что если я, например, не спасаю родителя, маму или папу, если я не уделяю им столько внимания, сколько они требуют, это значит, я их не люблю, это значит, я их не уважаю, или это неправильно, ведь это мои родители, они меня родили, теперь я им всю жизнь должен, теперь я всю жизнь должен их спасать, возле них крутиться, вестись на их манипуляции. Нет, важно разделять, что любовь – это любовь, уважение – это уважение, и это может быть даже на расстоянии. Просто что я вижу, какую я вижу проблему? Что многие родители, сами того не зная, они манипулируют своими детьми, манипулируют своими взрослыми детьми, и они лезут в жизнь своего взрослого ребенка, они лезут в жизнь семьи, это женщины, например, дочки, которые уже замужем, или жизнь сына взрослого, который взрослый мужчина, и у него семья, дети, а она все равно лезет. Или же банально, все мы знаем такие примеры, это когда родитель не отпускает своего ребенка в взрослую жизнь. То есть ребенок уже ему там за 20, да, ладно, за 20, уже за 30, за 40, а она все равно возле него или возле нее крутится. Она постоянно наседает, манипулирует, много внимания, и знаете, такой даже прикол, когда обвиняет своего ребенка в том, что вот я заболела, потому что ты там не уделил мне внимания. Или наоборот, специально родитель может заболеть, специально болеть, и тогда ребеночек, сыночек или доченька сразу же прибегает, и этот родитель чувствует себя любимым. Вот базово нужно понимать, что никто никому ничего не должен. Я не должен своим родителям ничего. И мои родители не должны мне ничего. Я имею право жить той жизнью, которой я хочу. Вы можете немножко, наверное, удивиться и подумать, Ярослав, это же как-то жестко. Что это, как же это так? А ты что, не помогаешь своей маме? А ты что, игнорируешь свою маму? А ты что, ее не любишь? Я приведу свой пример. Я помогаю своей маме. И моей маме есть все, что она хочет. Вот даже больше, чем все. Вот что она хочет, у нее все есть. Но важно понимать, что это есть уже сейчас. Когда в моей жизни есть многое, и я помогаю своей маме, не жертвуя собой, не в ущерб себе. Да, у меня есть много, и мне есть чем делиться. Но когда у меня нет многого, когда мне самому не хватает любви к себе, внимания, безденежья и так далее, что мне давать? Тогда, получается, я отрываю от себя, правда же? Тогда, получается, что я жертвую собой. И поэтому важно понимать, сейчас, да, я помогаю маме. Сейчас, да, я делаю для мамы многое. Но я этого не делал, когда я не мог помочь себе. А это долгий период в жизни моей был, когда я сам себе не мог помочь. Когда я работал над тем, чтобы помочь, в первую очередь, себе. Так вот, поставьте себе, пожалуйста, за правило, что если ты не помогла себе, в первую очередь, если тебе самой плохо, если у тебя самой безденежье, если у тебя не хватает времени на себя, и если ты при этом постоянно и регулярно жертвуешь собой ради любви к маме, потому что ты маме или родителям, или кому-то что-то должна, поздравляю, это жертвенность. И я тебе не запрещаю это делать, ты делай, что хочешь. Важно понимать, что, ну, просто себе дать отчет, что если это постоянно и регулярно повторяется, скорее всего, дальше будет плюс-минус так же. При этом также важно понимать, претендовали ли мои родители на мое внимание. Да, безусловно. Хотели ли они от меня что-то, когда мне было плохо. Да, безусловно. И для этого мне что помогла? Помогала моя собственная прокаченность. То есть первый этап, который я сделал, да, для того, чтобы мои родители не мешали моей жизни, для того, чтобы отношения с моими родителями не ставили палки в мои колеса. Первое, что я сделал, да, я был недоволен, что вот-вот что-то там, мама, мои родители как-то неправильно себя ведут, по моему мнению. Первое, что я отследил, а я же живу с ними, да, как бы удивительно это ни звучало. И на одном из тренингов, который я проходил для себя, там говорилось, что, слушайте, те, кто живут с родителями, видите, там, ну, когда вы начнете взрослеть. И это одна из причин, почему многие женщины не притягивают в свою жизнь нормальных мужчин, потому что они живут с родителями. Конечно же, с родителями жить тепленько. Конечно же, ты скажешь, не, ну, Яросав, у меня же ребенок от прошлого брака, а мама мне помогает, так мне не приходится снимать квартиру, так мне не нужно нанимать няню, мне мамочка помогает. Окей, пускай помогает. Но если она помогает, и при этом ты на нее жалуешься, и при этом ты испытываешь негативные эмоции в связи с этим, это не совсем помощь. Точнее так, ты за эту помощь платишь большую цену. И первое, что я сделал, я отделился от родителей. Следующий какой этап был, все равно родители как бы проявляли ко мне много внимания, да, какой-то, какой-то, или гиперопеки, или какой-то гиперкритики. Следующий момент, это я озвучил свою позицию. Я сказал, что, дорогие родители, давайте договоримся. Смотрите, у меня, я взрослый, да, мне очень цены ваши советы. Но давайте, ну, можно попросить не лезть в мою жизнь. Я сам справлюсь. Попытался озвучить, озвучивать позицию своим родителям. Что я вот так, у меня такой путь. И, пожалуйста, ну, не залазьте за мои границы. И когда все равно это не помогало, да, то есть все равно там были звонки, какие-то смс-ки, какое-то гипервнимание, я не брал трубку. Я не отвечал на смс-ки. И я отследил, что когда, например, я с мамой начинал встречаться раз в неделю, ну, мы видится, у нас были отличные отношения. Как только мы начинали чаще взаимодействовать, что-то было не так. Я для себя понял, такой формат взаимодействия. То есть я для мамы, скажем так, открыт. Но при этом я поставил для себя там некий такой план, что я общаюсь там максимум раз в неделю. Что значит общаюсь? Могу видеться с ней вживую максимум раз в неделю. Все. И да, первое время, конечно же, мама обижалась. Первое время, конечно же, мама пыталась как-то манипулировать, как-то бороться за мое внимание. Но она поняла, что я на это не ведусь. Я на это не реагирую. Я понимал, что все, нет. Есть вот то, что я сначала себе должен помочь, я должен измениться. Иначе я так и останусь маленьким мальчиком. И опять же, зачем я это рассказываю? Я уверен, что многие из вас с этой историей вы также проживали. И просто проводите аналогии на себя. Независимо от того, сколько сейчас вам лет, независимо от того, в отношениях вы или нет, мужчина вы или женщина. Наши родители все выросли, так сказать, во времена СССР. Они с одними и теми же семейными сценариями. Потом это стало правильно. Потом мама поняла, что бессмысленно, бессмысленно Ярослава там как-то провоцировать. То есть она приняла мою взрослость. И при том, когда она увидела, что я создаю сам свои результаты, все, она начала ко мне относиться как к взрослому человеку, как к взрослому мужчине. Я не боролся с мамой. Я ей не доказывал. Я просто шел своим путем. И сейчас, когда опять же я уже наполнен, мне есть чем делиться с мамой, при этом опять же я соблюдаю правила. Я не перегибаю палку в плане количества часов общения с мамой. И наше отношение сохраняется в отличном, так сказать, ключе. При этом, конечно же, это я описал внешние действия, при этом, конечно же, я прорабатывал себя внутренне. Обиды, претензии, гармоничность своей личности, то есть свои комплексы, страхи. Это все идет из детства. И на это также влияет не столько, как, понимаете, есть внешние отношения с родителем, а есть внутренние то, что я чувствую. И зачастую то, что внешне, это отражение внутреннее. И то, что внутреннюю часть я очень много прорабатывал и до сих пор прорабатываю на тренингах. Кстати, на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция» мы это тоже прорабатываем. Там еще больше будет понятно, как отношения с родителями, даже которых уже, может быть, нет в живых, влияют на ваши взаимоотношения, в первую очередь, с собой и на взаимоотношения с мужчинами. И как это влияет на то, что есть ли у тебя счастливые, классные отношения, или их нет, или вначале они есть, а потом они исчезают или сходят на нет. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». И также следующий пример. Это часто вы жалуетесь на маменькиных сынков, когда мама мужчины лезет в вашу жизнь. Или, может быть, даже ваша собственная мама лезет в ваши отношения с мужчиной. Здесь, в моем понимании, главное – это озвучивать позицию, твердую позицию, с которой я не схожу. Вот если представить, если бы у меня была жена, да, и ее мама, которая, допустим, скажем так, ведет себя не очень, так сказать, правильно, по моему мнению, как бы я сказал? Я бы сказал, «Мама, я очень ценю вас, ваши желания, ваше небезразличие, да, чтобы у вашей дочки, у нашей семьи все было хорошо». При этом мы можем с вами договориться. Смотрите, если вы будете, например, с нашим ребенком говорить в таком ключе, к сожалению, я буду вынужден не продолжать тогда общение. К сожалению, я вынужден буду не продолжать общение. Либо давайте договоримся, что у нас есть некие правила, которые важно соблюдать, границы нашей семьи. Либо нам придется, мне придется, ну, не вступать в коммуникацию. И это не значит, что я не буду вас любить. Это не значит, что я не буду вас уважать. Это значит, что мне так будет казаться, что так мы будем счастливее. Скажите, пожалуйста, Просто дайте мне совет, как Ярославу, как мужчине, как мужу вашей прекрасной дочке. Дайте совет, как мы можем взаимодействовать так, чтобы всем при этом было хорошо. И еще раз хочу повторить, я ценю ваше старание, я ценю ваше небезразличие. Понимаете, что я сделал? Первое, я сохранял спокойствие. Второе, я озвучил свою позицию. И третье, я предложил как-то договориться. Я не боролся, я не спорил, я не воевал. Я просто точно знаю, чего я хочу. Я точно знаю, чего я не хочу. Я точно понимаю, как должно быть все в идеале. И я пытаюсь об этом договориться. И при этом я говорю, что если так, то мы договоримся. А если так, то мы не договоримся. И я буду вынужден сделать это. Понимаете? И при этом, что здесь также влияет? Моя внутренняя, ну, некая степень проработанности. Потому что если внутри огонь, если внутри воин, который просто трусит при общении с родственником, это по-любому внутренние проработки. И они влияют на внешние результаты. Недавно была девушка на разборе в моем инстаграме. Я там регулярно провожу жесткие разборы. И была девушка, которая плакала, потому что у нее совсем недавно умер родственник. По-моему, там дедушка. И она плакала, потому что у нее тяжелая жизнь. И когда я начал ей задавать вопросы, по сути, ей 30 с чем-то лет, и вся ее жизнь посвящена родственникам. Она всем должна, всем родственникам должна. Она постоянно спасает маму. То есть это такая некая дочка-спасательница. И она говорит, Ярослав, а как? У меня на себя нет времени, у меня не хватает времени, у меня не хватает сил. Все, конечно. То есть это, опять же, эта девочка, которая росла, ей внушили, что ты нам должна. Знаете, что мне тоже пытались внушать в детстве? Что, Ярослав, когда ты вырастешь, ты нас должен будешь обеспечивать. Ты нас должен будешь вот с такого возраста все для нас делать. Мне прям это внушали. И был ли мой отец плохой из-за того, что он мне внушал? Нет, наверное, он мыслил, потому что ему то же самое внушали. Понимаете? Да, я обеспечиваю родителей. Но, опять же, потому что сейчас у меня есть чего. Я делюсь, потому что у меня есть. Но я этого не делал, когда у меня этого не было. Но я, опять же, не сидел, не ждал, я действовал. И я это делаю не потому, что я должен, а потому, что я хочу. Знаете, я сторонник того, что важно себя окружать теми людьми, которые нас вдохновляют. Если на данном этапе родители или родственники не являются такими людьми, ты в полном праве имеешь право уменьшать общение с ними. При этом не надо быть Гитлером, не надо быть жестким человеком, не надо воевать. А важно понимать, чего я хочу, спокойно озвучивать позицию, спокойно озвучивать варианты договоренностей и приходить к каким-то компромиссам. И если к компромиссам не получается приходить, тогда, возможно, есть смысл принимать жесткие решения. А если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока.